так ребят всем привет короче go for us к финал месяца сейчас будет приходите все сюда очень-очень скоро будем смотреть это все дело так сейчас я все здесь сделаю короче пока что только бла я наблюдаю в составе участников и 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 начинаются косячочки так, нужно с рестримом не разобраться сейчас, чтобы твич поднялся, потому что у меня на главном канале только твич фактически добавлен точнее на Team Liquid только твич все, пошел твич отлично, ребятки всех рад видеть вас уже стрим начался я так, насколько я вижу вроде мне сегодня полегче вроде мне сегодня полегче, а сегодня что-то диафрагма очень жестко болела у меня просто, ну вроде прошло все это дело, вчера у меня максимальная температура поднималась до 38,9 вечером, когда спать ложился короче, ну все пошлось вроде, мое отравление возможно на кибетике какие-то ставочки запилят, ребят я не уверен в этом, правда, если честно вот так, это что у нас Team Quali завтра так, эти GSL завтра будет да, или когда у нас, да, сегодня вторник завтра уже GSL получается будет давайте я вам покажу, что происходит сегодня GoFuSK вот состав участников Artfear Blythe только из СНГ я здесь наблюдаю, почему стран же нету странного вроде, как он обычно участвует на GoFuSK, наверное, в этом месяце ну не было такого что он участвовал много поэтому, собственно не попал в топчик, очень жаль, конечно но будем следить за Blythe на самом деле что тут и говорить больше не за кем пока что ну а дальше будет до конца гейминг просто и все вот, сегодня не стал я даже записи никаких ставить, там, пролик и так далее мне в лом что-то было вставать за компом посидел героев третьих поковырялся часочек вот такие вот дела, ребят ну и ждем начала зовите всех сюда будет круто завтра ГСЛ завтра у нас другие турниры будут еще неплохие очень тинг погодите а, тинг сегодня это, кстати говоря, мейджор нет, но он еще не скоро будет но если не буду спать то, может быть, его, собственно и постремлю так, завтра еще лайфен кого назовут и тинг так, тинг да, нифига себе завтра на тинге прикольные матчи ну завтра футбольчик я думаю, надо будет посмотреть поэтому будет не до тингов вечером так кinc gj Test он с у у они они в Так, говорят, что сетка появится должна прямо сейчас Да, и сетка появляется Так, ага, у нас сетка была Ой-ой-ой, Блай Как не пропёрла Блай, Блай против снуда сразу же выпадается Ну а что делать Ну что, снуд так снуд Что тут говорить-то ещё Надо и снуда наказывать теперь Ну да, немножечко не повезло Не хотелось бы, конечно, в первой стадии сразу потерять нашего представителя СНГ Единственного, конечно Ну тут не подарок совсем как бы как оппонент Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 По поводу ставок я отписал на кипбетик, возможно... Ну, мне пока ничего не ответили, но возможно успею добавить на решающих каких-то стадиях... Посмотрим... Ну что, поехали влай со снудом, но на этой карте я от влая жду сразу же пула первого, потому что... Не знаю, на этой карте всегда как-то через пул играет, по-моему... Может, конечно, не будет он именно так делать... Увидим... Нет, будет все-таки, будет... Причем супер-супер ранний какой-то пул, даже вот... Обычно побольше дронов, по-моему... Обычно побольше дронов, по-моему, было, но здесь вот так вот... Снута тоже пул первый, но у Снута пул первый безгазовый, то есть он собирается его делать для королевы первой, соответственно... И это пул хата будет, соответственно... Будет заказано, по-моему, королевы линги... Плетка, возможно, для обороны, вот эта вот влая агрессия... Влая шесть лингов... Будет заказано... А, то есть влая бил даже без королевы... Ё-моё, вот это билдище... Влая дает... Залетает Снут своим овером... Сейчас палит лингов... Блин, вот тайминг, конечно, овера хороший палит... Снут сейчас все... Не видел, что королева заказана... Будет ли Беллинг Несс? Да, будет и Беллинг Несс... Но, кстати говоря... Что мне нравится в билде Блая... По-моему, тайминг настолько крутой, что... Может быть, он успеет до всяких плеток появления и тому подобной фигни как бы... То есть, я так понимаю, Снут уже готовится... А, нет... Нет, он не готовится к тому, чтобы хату потерять... Он... Мне показалось, что он второй газ добавляет, чтобы там хату отбить... Спускаются дроны, Блай только за контроль... Все, законтролил Блай, ушел... Слава Богу... Муф еще не готов... Все рабочие у Снута катаются... Но это как-то перебор, по-моему... Будет ли Снут сделать здесь плетку на этой базе... Вопрос хороший... Должен, я думаю, делать он плетку... Рабу... Лингов много... Но, посмотрите, добычи-то у Снута нету... У него сейчас соплай блок фактически... Отвел Блай двух лингов... Два Беллинга морфит... Нужно еще парочку подморфить... Ну, а дома соплай блок в это время... И нужно новых лингов заказать... Четыре заказа... Видит, Снут, что Беллинги морфятся... Не рискуют врываться пока... Плетки нету... Добычно второе началось... Но здесь уже мув готов... И Беллинги есть... Две штучки точно... Плюс еще два... Четыре Беллинга... Блай накидывает... Сейчас на Снута... Очень-очень быстро... Взрывается... Одного Беллинга в дрона... Взрывает... Второго пока нет... Здесь еще два Беллинга входит... Нужно королеву ликвидировать... Сейчас дроны накидываются... Охренели совсем эти дроны... Блай уничтожает все... По-моему, это 1-0 в пользу Блая... Два Беллинга плюс маслинги... Проходят на мыпс... Смотрите, какой тайминг великолепный... Вот этой стратегии Блая... Молодец Блайчик... ГГ 1-0... Так это вообще замечательный... Старт будет тогда... Ну что ж, ждем второй игры... Ангелийский цикл... Взрывчатыйened танец... Ну что, блай готов, снуда пока нету, вот и снуд здесь. Так, крамва льда, вторая игра. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, от блая пул первый пошел, но пул безгазовый в этот раз он делает. Хатка после пула, а что блай боится, боялся, я чуть не понял. Блай как будто бы боялся какой-то агрессии от снуда ответной, но снуд не тот игрок, который агрессию будет делать. То есть, либо блай наоборот такой билд делает, я не знаю, чтобы королева пораньше была, но по идее, как бы схалявить бы здесь снуд тот игрок, который уверен в своей игре, он в своем уровне уверен. Он с блаем был, ну, либо просто стандартно играл бы, либо наоборот перестраховывался бы. То есть, на этом-то как-то и нужно ловить, а тут получается блай, что... Хотя, вот такой билд, может быть, по экономике даже и получше будет с первой королевой, не знаю, в каком-то моменте. По крайней мере, сильно будет встает. Ну что, снуд вот. Он подвигается вперед, у блая муза оказана у снуда еще газа даже, не что самое интересное. Причем, у блая рабочих-то чуть побольше. Блая видит то, что у снуда линги вперед бегут. Возвращается своими лингами назад. Делается два дрона, у снуда три дрона. Здесь четыре линга сбегают. Пытаются они что, на королеву прям наломиться? Да нет, руган, снуд-то еще. Здесь линги блая бегают везде, как бы, а он пытается на королеву ломиться. Да нет, здесь ничего не получится. Кстати, учитывая столь поздний газ снуда, мне кажется, что можно было бы просто сейчас бейлинг пас бы блая сделать. Сейчас заказав еще несколько дронов, например, заказать вот со следующих инъекций лингов. И неплохо очень проатаковать. Так, здесь блая расконтраливает, вроде как, 10 лингов прогонять. 14 лингов еще заказано, у снуд и четыре дрона. У снуд собирается тут, по-моему, Роуч Ворон с эволюшеном запилить и, соответственно, заблощить тем самым проход. Пока эволюшена, правда, нету, но три королевы уже здесь есть. И, боюсь, что у блая здесь ничего не выйдет, если он хочет пропушить. Нужно лэйр бы блая, наверное, заказывать бы уже. Так, здесь накинулся блая, но не продавил в итоге ничего. Будет прессинг со стороны блая, вопрос хороший пошло. Так, 7 бейлингов пошло, но, блин, здание вот парничек, пока здания по-тему же строились, я не знаю. Сейчас королева в итоге все это проблощит и ничего блая не получится сделать. Четыре дрона еще заказывают. По экономике он, хотя 8 дронов заказано, снуд начнет сейчас перестраховываться, строить боеволей, Митроучий. А блая можно лэйр сейчас запилить на соточку газа, к примеру. Так, взрывает блай здесь эволюшены, снуд королев убрал. Что ты делаешь, снуд вообще какую-то тормознутую тему сейчас предпринимает. А что, зачем снуд так сделал, блай? Зачем бейлингов-то отдаешь, королев? Так, Руч падает, здесь несколько рабочих падают. И блая, удачная атака от блая. Смотрите, здесь дронов подгрызает блай. Вот два под ударом дрона, вот еще одного можно сгрызть спокойно абсолютно. Ну, блай проходит на мейн, усну ты чё... НСК Реаль, ты поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Привет револьверу. Спасибо, НСК Реаль. А чё, привет? Что там револьвер? Вот. А что там револьвер у нас? Согрешил, что ли? Так, здесь криптуморы какие-то блая убивают. Свои же, что ли, я чуть не понимаю. Снуд пошел роучами уже вперед. Блая прекрасно это видит. Но у него через 10 секунд только роуч урон будет готов. И блай еще 14 лингов заказывает. А Снуд разворачивается и уходит назад. Но блай-то третью хатку ставит. У блая линги строятся, у блая бейлинги. Вот сейчас бейлингов бы отменить, бабла. И заказать на эти ресурсы. А, ну хотя они, как менеджер, ресурсы теряются. Заказать бы роучи. И сейчас линга револьверами просто как пропушить бы чертягу Снуда сейчас. Была бы вообще, по-моему, замечательная ситуация. Очень хорошая для блая складывается. Бейлинги у него есть. Линги пошли забегание делать. И 9 роучей. Блай сейчас заказывает. 84, 69 по лимитам. Вот. Деволюверчик говорит, что у него не пригора... Лид. Что тут пригорать-то вообще должно? Ну что, роучи встали назад. Здесь можно эволюшн. Смотрите, полудофла эволюшн, в котором делается армор. Сгрызишь ты, блай-ё-моё, что ж ты испугался-то армор. Такой полезный грейд. Сейчас здесь делался. Уснуто 7 роучей. Еще плюс до заказа. 77, 85. Блай сам роучей заказал. Снутулы не собирается, между прочим. Аблай... Что? Аблай стоит лингами сверху. Блай подстраивает еще роучей тоже. В общем-то, качели такие происходят. То один, то другой роучей подстраивает. Ублай на третьей базе. Тут добычинучка. Так. Ублай пошел. Куда ты идешь-то, блайчик? Зачем? Лингами разведывают. Бейнов надо домой отвезти. А лингами, так как они мобильные, здесь вот разведывают, что происходит, собственно говоря, пытаться. Так. Ну, тут будет армор сейчас. Армор это неприятно, конечно, для Блая. Но так, Блай сам вперед выдвигается. Слушайте, ну это, мне кажется, очень опасным мероприятием со стороны Блая. Тем более, он с королевами выходит вперед. Так. Здесь Бейны заходят. Линги где-то сбоку бегают. Еще Бейлинги с хайграунд заходят. Принимает Блай бой. Но криво, как же криво Блай бой принимает. Здесь Бейны все в роучи врезаются. Королева вообще хрен пойми где ходит. По аэрболу Снута заходят очень-очень жестко. Короче, Блай разваливается. Лимита меньше. Блин, такую игру отдать. А такую хорошую игру Блай умудряется прямо как... Ну да, здесь печати, да, полная по лимиту. Ну Снут прочуял здесь. То есть Блай нужно было сидеть. У него преимущества по всем фронтам были. Ему просто нужно было сидеть и как бы строиться. Все. И даже в какой-нибудь лейр выходить, там Evolution Plus 1, было бы все замечательно. В итоге Блай, к сожалению, отдается здесь. Королева погибнут. И печаль. Да, не получилось, к сожалению, завести здесь. Так, пошел ланвайт. Так, пошел ланвайт. Так, здесь все короче вообще еще поменяется. Так, пошел ланвайт. Ну что, 1-1. Макро бы было как-нибудь сыграть бы здесь. Да, уже казалось, выиграл бы эту игру. Так все четко было. Еще пармор бы отменить бы ему вообще было бы круто, конечно, тогда. Да и посидеть немножечко, выйти в любимый слой лейр, да шпиль, короче говоря. Да. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 может помогу кстати шпиль достроил с 1000 лет вот здесь висит в заморфе оверсиры пролети сюда разведай увидел бы раньше что здесь это все раньше про учить добавил бы и больше бы добавил рабочих было больше всего было больше и можно было попытаться что-то сделать бы тогда плёточку одну-две заказать но в итоге вот такая вот хрена и мы лишаемся влая на этом турнире снуд же идет дальше ну что же будем за другими игроками следить там мана еще есть много короче там кто есть казаки можно последить а и Продолжение следует... 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 Одного сталкера потерял, но реактор сбил Старпорт, тоже важный момент. Медиваков здесь нет особо и не будет пока медиваков. Но по рабочим вообще одинаково. Все хорошо у СОО, я бы сказал, в плане экономики. Просто надо вышить как бы и дождаться медиваков. Турецчик можно построить бы, еще обнестись бы было бы. Чтобы вот так вот не прилетали на халяву адепты. Два КСМ упали сейчас. Три адепта телепортируются на второй, стеночки нет. Зайдут и они по ваншотят здесь рабочих. Очень не слабо на самом деле, если бы мана еще на муви бы не шел бы, а контролил бы хоть немножечко их. Все, скорость таки адептам готова начинается. Здесь адепты разваливают мэн, адепты на второй базе там разваливают. Здесь сел, ушел мана. Пару марика тут случайно забирает. Сталкерами пытаются шатать третье направление. Ну, шатать здесь особо нечего. Бункер всему мешает. Так, армария инженерка заказана сейчас у соула. А у маны две фаржей и делает он 1-1. Здесь же уже соула в 2-1 собирается грейдой выходить понемножечку. Ну и там 2-2 в перспективе. По грейдам, то бишь, все хорошо. Медиваки начал по две штучки строить. Ну, сейчас соплайблок просто нелепый какой-то. Побыстрее депошечек строить побольше. Стенку на второй делает. Здесь делается все. Привет всем, кто недавно подошел, ребят. Двойной медивак дроб. Вот полетел, ну куда, на 3 часа, конечно. Правда, там две минки. У него присутствует в этом дропе. В каких-то дропах минки хороши, но чтобы отменять нексус, минки не очень хороши, потому что ни по зданиям-то не бьют. Вот в чем прикол. И здесь соула влетает вокруг, вообще через космос. Мана с сталкерами стоит, близко здесь, но не видит, где соула влетает. И в итоге не примет этот дроп. Нужно уходить назад. Здесь подходит. Смотри, пробки переехали. И здесь выход еще один идет сейчас. Медиваки пролетают. Мана не видит этого ничего. Куда соула полетит? Может быть, он вот сюда вообще полетит? Похоже, что да, он туда и летит, собственно говоря. Здесь выход очень серьезный. Двигается как раз-таки к 3 часам. Скани соула. Так, минки надо окопать. Минки пытаются окопать. Здесь надо все забрать сейчас. Ой, как жахнуло хорошо по рабочему, по юнитам маны. Здесь минки копаются, принимают на биоту. Ой, соула. Мана сверхагрессивные какие-то подблинки делает. Соула отфокусил пару сталкеров в ответочку. Так, и здесь, кстати, архивы темпларов, между прочим, рядом очень стоят. И можно их попытаться отменить, но шторм уже доделался, поэтому... Ну, отменить-то отменят, конечно, соула, скорее всего. Хотя нет, смотрите, 4 иммортала здесь объяснили, что не отменят нифига мана. Там мародеры, они просто с бонусом разнесли все к чертям. Так, Костакадемия готова у соло. Гасты уже, то есть, 2-2 делается раньше, чем у маны. 4-й сэшка полетела. Ну, туреток 0 вообще. Ни на мэйне нет туреток, ни здесь туреток. Вообще нигде нет. Вообще наглость просто, ну, несусветная какая-то. Да даже не только даркис, любой дроп, все что угодно. Сейчас прилетит и просто, ну, соула будет разваливать очень жестко. Один мародер плюс одна минка идут разбивать со стороны соула. Нужно закопаться. Значит, адепт сейчас и мародеры этого минус нет, на самом деле. В это время соул дерется с маной. Тут в районе 3-х часов мана его разваливает, и полемит уже в плюсе становится сейчас. Адепт, и мародеры, и минку все развалил. Еле-еле соло сбивать. Туретки так и не хочет нигде строить. Ну, вот это ошибка очень серьезная. Здесь, кажется, мана медивак поймал, еще что-то там поймал, и собирается прессовать. Прямо здесь призма есть, можно просто навартить еще. Так, 4 пси-штормовика, зилки. Грейды чаржа нет у маны. Ну, тут с архонами в любом случае будет неплохой прессинг. У соула что-то гастык, все разрознено. Био не отвел под медиваки, не вылечил. Ну, что за ошибки такие нелепые. Есть планетарка, правда. 160, 20, 73. Ну, в принципе, в оборонительной позиции можно нормально подраться. Выманивает мана и эмп по пси-штормовикам. Ну, шторма зато не будет, и это очень хорошо. Еще одно эмп пошло. Соло еще эмпы кидает, разваливает все, разваливает призму. Пси-штормовичков. Так, здесь заходит мана, посмотрите. Мана попадает под минки. И соул просто унижает 105, 151. Посмотрите, как эмп сейчас зашло просто велика. Если б не эмп, здесь совершенно все было бы по-другому. А с эмп просто соул унизил. Как бы мана здесь, и ничего здесь не получилось сделать. Здесь два сталкера на хай-граунде. Мана одного отводит. Соул забирает сразу же мародерами. Инди-ваком передропывается сейчас. И нужно выход делать. Конечно, убивать здесь нужно. Минк есть, бью, немеря, 160 лимита, 2-2 грейды, третья атака заказана. И нужно, нужно же ставить точку в этой игре, соул. Так, три минки дропчик вот полетел. Наверное, будет так вот облетать. Либо на эту базу минки привезет. Сейчас соул обил и собирается на вторую прямо. Так, с армой прошли, но очень много здесь гастов в выходе. Можно фокуснуть призму сейчас бы было. Соул, что же ты делаешь-то? Призму фокуснул бы, блин. Ну, гасты, как они наваливают? Просто жесть какая-то. В общем, гасты-то они по био-юнитам очень жестко атакуют. И у адептам так же 160 на 104. Передроп прямо на мейн пошел от соул. Здесь над медивакс. Игра приостановлена. Что-то соул говорит, лаги у него. Не знаю, вообще никаких лагов нету. Может кто-то и лагает здесь, конечно. Вот. Игра приостановлена. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, ну что, выдвигается все вперед. Так, гост, сыной своей жизни сейчас ЕМП кинул на иммортал. И все, у стимпатча идет вперед. Минки закопал. Мана пока не идет отбиваться. Два гейта падает. Падает мазеркор, падает. Нет, тут все вообще падает здесь у маны. Вообще, тут уже рыпаться, я не понимаю. Даже что 180 на 130 по лимиту. Это 1-0 соул. Неожиданный расклад такой. Хорошо соул группается. Ман, ну что сделать здесь не может. Падает них труса, падает все вообще. Через несколько секунд уже будет готов шторм, между прочим. Не девайки, что соул теряет очень больших количеств. Но часть юнита все равно успевает улететь. Мане тут уже ловить ничего в этой игре. Это абсолютно очевидный момент, на самом деле. Гастов не мере. Но он, кстати, с гостами соул хороший стиль продемонстрировал. Либератором скоро рейндж уже будет готов. Какая мана решил написать? Все правильно. Тимкап не уверен, буду ли я стримить. Как кончится гул в УСК, посмотрим. Но, скорее всего, сегодня много слишком стримить не буду, так как самочувствие пока не до конца замечательно. Так, а что где у нас тут? Ну, так. ПОАБЛЯμά ПОАБЛЯМ Вообще-то... Однако- Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Артасну там играет, еще там определяются некоторые пары сейчас, но не все еще определены. Ну, пока эти битвы идут, наверное, и другие пары определятся. Не очень долгий турнир явно будет. Там полуфинал и финал бы 5, конечно. Да, температура спала, все в порядке сегодня уже вроде бы. Так, филончик пошел еще один. И Мазеркор заказан. Так, на твиче другое название. Да, надо поменять название на твиче. Так, филончик пошел. Так, поменял на твиче название. Чалик, прекрати. Чалик, что-то бушует. Ну что, Ривер полетал, здесь мана его отогнал. Опа, два пса рядом. Лиот и Лиот. Фига, два прям рядом. Нифига, Наси. Ну что у нас получается? Здесь опять реактор факта. То есть опять передропанная такая тема будет. Заказаны еще два барака. Выход будет в стим в ближайшее время. Так, ну шесть мариков Минг передроп на факте. Будет ли что-нибудь? Да, лаба строится на факте. Для чего? Наверное, танк соул хочет заказать. Может быть для... Нет, не для барака. Барак производит из реактора. Значит, в этих бараках пристройки сами будут ставиться. Не будет перелетов никаких. Залетает медивак. Пролетает соул сейчас. Копается Минка. Вторая Минка на мейн прилетает. Копается. Ману успевает рабов увести. Ну всего одного рабочего тут, в общем-то, убивает. Сул улетает медиваком. Минка все еще живая. Ману что тут не реагирует? Да вот он наконец-то понял, что вспомнил, что Минка-то здесь. Мазеркором убьет ее, в принципе, демо же хватит. Он понимает, что там КД еще идет. Здесь медивак погиб, по-моему, или что? Нет, не медивак. Что-то было уничтожено другое. А что это было? Рипер это был уничтожен. И Мана еще поймал соул у медивак. Вот это красавчик называется. Плюс еще два барака соул заказывает. Танчик медивак есть. Тимпак щиты делаются. Мана здесь на блинке приходит, пытается понапрягать. Соул дропает танк и Ману уже не понапрягать. Плюс Марики здесь рядом есть. Ну, Мана третий нексус уже добывается. Ну-ка, по рабочим, как и в предыдущей игре, вот, видите, Мана уже какую игру рабочий строит криво, вообще кривейшим образом. Просто одна пробка в трех нексусах строится. Вот таких косяков не должно быть на самом лучшем уровне экономикой. Ну, она должна быть намного... Если у тебя третий нексус, ты должен опережать, соответственно, очень сильно оппонента. Мана же вообще ничем здесь не опережает. В чем здесь двухбазовая такая тема, а тирана какая-то может быть. Поэтому Мана ей то пришел пораньше добавить, не знаю. Ну, собственно, если рабочих ты будешь строить очень-очень четко, позже ничего добавляться не будет. Вот, посмотрите, на пятидесяти пробках сидит Мана. То есть он какую-то такую улыновую тему здесь... Не то, что улыновую, наверное, просто он хочет принимать тирана, понимает или не понимает. Так, ну, третий сэшку не ел, он видел пять бараков, понял, что двухбазовая, да, агрессия. Вот, наконец-то, пробок начинает строить, потому что вторая вообще база не добывается. Фактически там меньше десяти рабочих предбука. Кальчик-то Марик пошел, Мана подблинкивается, минусует Марика с Ксилнаги. Третью тирану соул ставит и двигается вперед. Обсервер здесь есть. В это время призма на мейн залетает. Передропывает соул Марика на хг. Встречать собирается Ману. В итоге, да, у тирана-то лимит на две части разделен. По-моему, у Маны тоже, как бы, лимит поделен. И более-менее соул еще здесь нормально. Хотя, как нормально? Билу все уничтожено. В итоге только танки улетают. Сто на 140. До варп сталкеров еще идет. Пытается ману соул откопить мане призму. А призму от фукса вот ошибка была со стороны мана, что он так вот криво разложился сейчас. Ну, сзади подходят адепты, плюс... Так, сталкеры упали, и адепты падают. Знаете-ка, соул опять ману развалил. И экономики у мана особо нет. Третий СЦ-шечка. То есть, в итоге у соула опять все очень хорошо. В этой игре, кажется, соул вообще 2-0 собрался. Потащитесь. Идет вперед, 101 на 80. Там щенка по лимиту. Так, вад аркад мана. Контур забегания пошло. Здесь до варп адептов. И мана отгоняет. Соул сейчас он улетает всеми пытается юнитами. Танк один забыл. Это ошибка, конечно же, была. Здесь еле-еле соул дарков, но отбил. Ну, переварп. Кстати, по боевому лимиту пока что одинаково. Более-менее и по экономике. 43-50 она практически одинакова. Сейчас это экономика. Единственное, соул с мэй на работу. Часть перевести бы. Так, адепт вперед. Идут маны. Соул возвращается на бусте медиваков. Так, сделал галку адептам. Одного подрезал сейчас. Нужно уйти, конечно. И один медивак сразу же куда-то у соулу полетел. Здесь мана Апсон приходится. Видите, либератор и 7 мариков, 2 мародера строятся. Я о том и говорю, что рабочих нужно строить. То есть, просто будет больше лимита, если все делать грамотно. То есть, да, можно рабочих не подстраивать ущербным зданиям каким-то. А можно их идеально строить. И ущерба никакого не будет. Это будет сильнее. Зачастую так и есть. Есть, конечно, какие-то моменты, когда нужно, если ты видишь, что у тебя реально баз больше. Как бы, там, 2 в 1 на тебя урон идет. Да, тебе нужно не строить рабочих, а построить боевых. Но бывают моменты, когда просто-напросто, ну, вот, идет выход макро. Вот, как сейчас вот был от тирана. То есть, только через, в третью, через какой-то подкуш. И мана рабочих не строить. Не надо так делать. Надо просто строить рабочих было. И продолжать, и, собственно говоря, отстраивать так же здания. Просто нужно было идеально их строить. Просто идеально всегда. А мана там вначале в тыке есть, и потом в тыке. То есть, он там ждет специально. Больше рабочих, больше приток ресурсов будет. Так. Ищет мана и иллюзии туда-сюда посылает. Есть 3 марика. 2 марика, КСМ-комародер. Какой-то сверхдроп гигантский сейчас идет. Вот, Суул и мана ждет сталкерами или не ждет? Пролетает Суул прямо на мейн, смотрите. Вот чертяга умудрился вылететь еще таким образом, что даже ничего не сбил в итоге мана. Ну, собирает Суул опять дропнуться на мейн. Обратите внимание. Сразу мана деможный медивак отфокусил, но было очевидно, что мана отфокусил его. Еще один либератор влетел. Еще два нужно поближе разложить, чтобы демож максимально нанести. Мана пытается отбиться. В это время дробщик какой-то сзади. Там 42-59 уже парабам. Не в пользу маны. Под блин сейчас пошел. Либераторы там бомбят сталкеров. Очень жестко, конечно, но мана отбивается. По лимиту в плюсе остается. Только что был не в плюсе. Суул что-то стягивает по всем направлениям войска. Есть увертяжка. Суул вообще крупицами какими-то ходит. По три юнита крестом, я не знаю. В итоге 40-58 по рабам. Но по плюму-то лимиту маны больше намного. Но ему нужно выход делать. Значит, саулу там 2-2. И на перспективе мане здесь вообще ловить нечего. Так, переводится к СМ. Не, ну 2-2 против 1-1. Это совсем полная печаль будет сейчас. То есть у нас к СМ поехали на дальнюю базу. Суул там СЦшечка уже занять собирается. Мана идет вперед. У маны 96 лимит на 67 соула. И это очень опасно. Причем дестабилизаторы есть. Ой-ой-ой. Какие ошибки от соула. Гасты падают. Все, падает здесь вообще. 107-137 по лимиту. Есть один танк. Есть пара либераторов. Но био вообще нету сейчас. Фактически. Оно отсутствует. Кажется, все-таки это минус соу. Интересная такая игра получилась. Друг друга погоняли. У соула 2-2 против 1 атаки протса. И он не может ничего сделать. Но все равно, потому что слишком много этого протса. ГГ-су не бежит. Ну что, ждем анвайд в следующую игру. Так, анвайтед ману. Спасибо ему. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, 1-1. Третья решающая у нас. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Другой. Так, ну что же. Через Reaper-ка. Соул опять играет. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Reaper-CC-щика. Стандартная. Другая орбиталка пошла. КСМ-ка спускается. Одна в разведку идет. Опа. Опа. У маны два гита. Посмотрите-ка. Ну что, два гита. Это интересно, конечно. Похоже на блинг улын это, на самом деле, со стороны маны. Так, заказан Warp Soul. Все прекрасно видит. На этой карте Blink Push очень сильно решает. Однобазовая, на самом деле. Будет ли единственный, что это Blink Push, конечно, вопрос. Может быть и нет. Еще два сталкера и бустится Warp. Пробочка куда-то поехала. Куда она там поехала? Куда-то вниз поехала пробочка. Здесь сталкеры идут. Отнаружил мана КСМ-ку. Минус нул. Так, здесь еще одна пробочка. Есть одна сныкалась. Твайлайт пошел на мэне. Прилетает рипер. Мана против него пытается максимально эффективно отконтролить. Гранат кидается там в рабов. Ну, спалил твайлайт. Это не нужно было мане, чтобы произошло, конечно. Приходят два сталкера плюс Мазерпур. Реончик мана прямо здесь заказывает. Плюс еще два сталкера выходят. Будет ли блин здесь заказан? Или это будет Даркшайн? Это будет блин заказан. Это будет блин заказан. И будет напрягать очень жестко. Она входит из-за пилона. Будет убивать еще сейчас. Ох, КСМ-ку здесь обнаружилось. Халявная какая-то. Была уничтожена сразу. Так, а до бумпера-то уже в чарку встает. Смотрите, что он катывает. Мана отдает зачем-то сталкер. Но это было случайно. Это ошибка была. Плюс третий гейт. Плюс робо пошло. То есть мана сделал вид, что он блин кушает. Но на самом деле он не будет блин кушать. Здесь минка летит вперед. Вы видите. Два сталкера варкаться. Блинка через 30 секунд будет готов. Еще один гейт открывает. Здесь пробку нужно увести. Если мана хочет напрягать блинка. Может, и он где-то здесь еще может быть заказать. И очень важно, как вот эта минка зайдет. Потому что у мана нету обнаружения. У маны Мазеркор. У маны все в атаке. Сейчас фактически через 6 секунд уже будет врыв готов. Вот этот вот первый. Нужно заходить на ХГ. Спускается Сол. В это время залетает. Минка копается в минеральную линию. Мана выходит всеми сталкерами, конечно. Ой, ну как она жахнула. 7 пробок минус. 24, 28. Парабам. У маны строится. Теперь мана делает телепортик домой. Ошибка Сол. Можно было увести хоть медивак. В итоге маны два некуса. Посмотрите, и рабочих-то у него больше остается. Несмотря на сверхудачный врыв этой минки, у маны все замечательно. Привет, Ритца. Удуин, всем привет. Читайте, блин, не тупите. Читайте название стрима. Если записи, я врубаю, там написано, что записи названия стрима всегда. Всегда два раза, которые я уже это делал. Даркшайн у маны заказан. Идет вперед сталкерами. Здесь СС-шечка, у него половина ХП. И она вот сейчас будет перелетать. Если мана заметит, сейчас можно просто подблинкнуться сюда, СС-шечку эту убить, например, и это будет ГГ. Так, Либератор прилетает и улетит сразу же. Так, мана сейчас СС-шечку увидит. Да, видит СС-шечку, смотрите, у него ХП вообще нет. Но Соул тоже спустился. Зато можно на мейн проблинкнуться сейчас будет. Блин, вот секунду бы раньше не доделался бы Грейд. Это был бы такой провал для тирана. Без стима бы он остался бы просто-напросто. Уходит мана наконец-то отсюда. Танк не убил, ничего не убил. Но пострелял по всему сейчас. 40-28 парабам и третий Нексус делает. Мана, в принципе, инициативу-то захватил в этой игре. Медивак сейчас сбил, который тиран очень долго старался чинил. В итоге минус медивак. Так, убивает ману танк. Наглеет жестко. Соул просканил, а в сервер улетел. Такая не вруха для Соула. Это жестко. Очень жестко. Два, Марика подряд. Не, в этой игре что-то мана вообще на голову у Соула переигрывает. Причем Дарк здесь на муве просто по земле идет вперед. Можно сейчас... Так, а в сервере есть у мана здесь? Где вообще у него? А, нет, в сервере нету. Приходит Дарк, начинает все пилить здесь. Ман агрессивный, блин, вперед делает. Дарку дает возможность атаковать спокойно здесь. Соул на... Прямо в воздухе медивак теряет сейчас. Ман начинает, блин, контроль. Но, 102-53. Нужно сваливать отсюда, а то много сталкеров слишком погибнет. Мана частью свалил, частью не смог свалить. Ну, посмотрите, лимит в плюсе в гигантском. 57-30. ССР-чика загорелась. Тут вообще беспредел какой-то на базе. Вычинивает Соул. Она горит. Вычинивал Соул наконец-таки. Еле-еле. Блядь, здесь уже третий нектус добывается. 60-30 парабам в два раза больше. Вот этот раз мана и рабов как-то лучше строит. Уходит мана. Одного сталкера потерял, одного марика убил. Здесь АД, которые шли на вторую. Пострелял тут, по-моему, рабов вообще не убил. Они без плюс-один, без скорости атаки. Поэтому стреляют медленно. Убивают с трех раз рабочего. С трех ударов. Ну, и лимит чуть ли не двукратное преимущество. Я думаю, сейчас оно и будет двукратным, как только мана откроет все эти гиппи. Парасик адептами идет. У соло и продакшн, посмотрите. Одна лаба, один реактор и три барака вообще без пристроек. Ему еле-еле даже на вот это все ресурсы хватает. Блин, как-то тут мана зажестил. После первых двух игр мана что-то унизил соулов решающий совсем. Здесь роба, второй дестабилизатор, и по две штучки будут строиться. Да, варп еще зилков идет. Чарж делается. Единственное, что мана вообще... А, погодите, а где у него фаржа вообще? А вот она, просто дрейды не делают. И мне показалось, что мана, а ты без фаржи играешь. Нет, дрейды просто не делают пока. А, это не дестабилизатор. С таким гигантским преимуществом одного дестабилизатора мана построил. И колоссы по две штуки пошли. Плюс в рейншем сейчас надо атаку вторую запиливать, конечно же. А, это не дестабилизатор. Ну что, приходит соула. 98-163. Первые два колосса у мана выходят. Стиль, кстати, без адептов у мана сейчас несколько там вперед идут. Здесь тоже заходят адептики. Принимает бой тут мана. Отбринкивает с толкерами назад. Делки впрыгнули. Ну, даже при таком раскладе соула тут мясо просто разваливает. Здесь пять адептов просто не дает приросту выйти. Марики, танки, все в минус, все в расход. 135-59 по лимиту. Короче, ГГС пишет больших букв. Понимает, что его что-то жестко развалили в этот раз. Так, ну что, Снут уже арту убил. Все пары определены уже у нас. Праймлот Тейлз там бьется у нас. С этим, может быть, я успею куда-нибудь попасть. Праймлот Тейлз там бьется у нас. Так, нет, еще не играли. Праймлот Тейлз. Праймлот Тейлз. Продолжение следует... 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 Так, ну что Где Стрэндж? Да вон в ладере Стрэндж играет Он готовился к ВЦС Поэтому на гуку из Камала Участвовал, собственно И в финал месяца не попал К сожалению Но будем надеяться, что в будущем Будет он попадать и тренится будет Все будет нормально Стрэндж играет Стрэндж играет Стрэндж играет Стрэндж играет Стрэндж играет Стрэндж играет Так, let's go, все, поехали, начинается игра, погнали. Ну все, поехали, ребята, задержка 2 минуты, помните об этом, все это гол поиска, и по правилам тут 2 минуты должна быть задержка. Наконец-то начинается игра Tails против PrimeLot у нас играет, и он здесь прям на рампе зачем-то пошел, вплотную к рампе даже. Здесь тоже под застройку рампы, но не вплотную. Два газа, PrimeLot, здесь пока один газ у Tails, у Tails гейт газ, второй газ заказывается чуть позже немножечко. Напомню, на Снута выйдет. Так, PrimeLot двумя рабочими газ добывает, один и второй, кибернетчика пошла. Все, поехала пробка на газ. Третья здесь, точку сбора можно сюда бы было поставить, третью послать, но пока не собирается PrimeLot этого делать. Насколько я вижу, здесь можно будет на ближней вниз контролить минерал. вархсталкер. Через один гейт я такого опенинга тысячу лет уже не видел. опенинг через один гейт, выход в Nexus у нас от Tails, соответственно, идет. Там же два сталкера MotherCore. Еще здесь можно прийти, пилон поставить и попытаться понапрягать. Все, Nexus пошел, бустится MotherCore. Готов MotherCore. Соплай блок практически у Tails'а сейчас. Так, где-то что-то у нас строится. А, вот второй пилон пошел. Второй сталкер заказан. Самое интересное, что у Tails'а пробки-то сейчас не будет строиться, даже сталкер заказан. Вот он дурик-то. А PrimeLot идет сюда ставить пилоны, но Tails тут готов принять. Посмотрите. Только один вот здесь заказал пилон. Нашел от этого одного пилона. MotherCore нужно увезти. Сталкера на ХГ нужно увезти. Сейчас абсолютно проще. Так, сейчас второй сталкер выйдет. Уйди ты сталкером, дурачок. Одного подрезал. Сразу оверчаж достает, между прочим, до пилона. Здесь тоже оверчаж пошел, но моментально погибнет пилон. Правда Tails умудрился... Блин, как так мертвого можно законтролить? Умудрился Tails потерять здесь еще MotherCore. Ну развел в хлам, на самом деле, оппонента. Здесь у нас Никсус почти готов. MotherCore сейчас будет восстановлен. MotherCore не потерял, это уже ГГ практически было бы. Да и так практически ГГ никак не сделать. Скорее всего будет. Приходят два сталкера. И что они могут сделать? Ничего не могут сделать. И по пилону пострелять немножечко. Что могут здесь робо. Сейчас третий сталкер будет. Прикрывать пилон. Так, MotherCore выходит. Верчаж надо выставить. Верчаж выставляется. Какой мертвый. Tails что-то, блин, контролит. Ну хотя, может, не знаю, нервы или что. Ну, если ты тренишься, таких косяков контроля быть просто не должно. Ну что, бегает туда-сюда вообще непонятно. Чуть пилон еще не потерял. Я уже думал, сейчас все пилон потеряется. Праймут получишь немножечко сконтролить. Здесь оракул у нас готов. Так, дейтлок три штуки. Мазер кормит, впрочем, без энергии. Сталкера как-то стрёмно стоит. Их надо поставить минеральную линию, иначе пилон не... Иначе сейчас просто прилетит оракул и демош нанесет жестко. Летит мазер корм, но тут еще девять энергии нужно. И оракул уже подлетает. Четыре, три, две. Все, энергия есть. Энергия есть, все ставит. Уверчаж у нас с праймут. С праймут, тейлз, конечно. Не оракул улетает сейчас. Довар сталкера пошел. Здесь везде, учит, а на мейне на второй стоит. Ну, 33-25 преимущество сохраняется. Преимущество серьезное. Кормион поставил таким образом, что все добычу заблочил нормальную. Хотя нет, здесь пробку просто с этой стороны надо завести с другой стороны. Два оракула налетают от праймута, а два оракула уже здесь наваливают, будь добр. Несколько рабочих убил. Ну, кстати, не стал до конца тут убивались и делать. Гвардия нужно урубать в этой ситуации, а не кого-то поверили призывать. Оракула потерял, потому что Гвардиан... Кстати, работает Гвардиан на дэмэдж Оракулу? Ведь Оракула дэмэдж вроде бьет сквозь броню. То есть это каст считается, но Гвардиан-то это тоже каст. То есть, может быть, он как бы каст на каст, типа... Не знаю. Честно, ребята, вам скажу, не знаю. Он должен, по идее, работать. Ну что, Нексус... О, все добывается. Третий пошел. Здесь тоже третий пошел. Но, кстати, ты праймот тут с помощью оракулы у своих... Ну, конечно, еще не вровень пока, но почти вровень игру вывел. Вот. Напомню, что если... Если запись, то написано в названии стрима, что это за запись. Соответственно, будьте внимательны. Всегда естественно, это прямой эфир. Небух войска у нас идет. Так, иллюзии полетели. Какого единственного зерга? Там Снут и Блайбл два зерга точно. Снут уже в полуфинале. Он ждет как раз-таки победителя вот этой пары. Так. Что, у Тейлса в чашу пошел. Довар по Архончику. О, по Довар по со штурмяку ходит. Вот Архончики уже сейчас будут. Оракул залетает. Тейлса что-то супер стоит. Не понять, что законтраливает. И Оракул на халяву тут еще двух пробок забирает. В итоге по лимиту чуть неравная ситуация. Блинк. Так, здесь Блинк. Так, так, так. Блинк и Робо Бэй. То есть это дестабилизатор будет. Здесь два Старгита. Против дестабилизаторов собирается Тейлс биться с помощью Фениксов их поднимать. Есть ревелэйшн и есть штурмовичок, который ждет Оракулу. Ну толку тут фитбэк кинешь. Там энергии вообще нет почти. Он атаковать не сможет, но не погибнет стопроцентно. Так, плюс еще гейты пошли. Праймлод сюда пришел, но тут особо ничего не сделать им. Ну вылетает Феникс, Оракул сбивает. А ревелэйшн напоследок кинул у нас Праймлод. Ну а толку то? Короче, будут Фениксы плюс Зилки и Арконы. Будет, я так понимаю, врыв со стороны Тейлса. Угры дам уступают. Он там два по два дестабилизатора строит уже. Но нужно что-то подумать, как против Фениксов-то бороться. Одна у Сталкера похоронили за несколько секунд буквально здесь. Иммортал Зилки. Ну идут варп постоянно. Так, Фениксов уже шесть штук. Еще сейчас два будет, восемь штук будет. Этого вполне достаточно для того, чтобы пушить. Ну нужна Призма. Так, поднимаются несколько Сталкеров. Они будут уничтожены. Естественно, Зилки прыгают вперед на чаже. Одна у Феникса теряет сейчас Тейлс. Ну ничего страшного в этом нету. Да, варп еще идет. Здесь Сталкера варпятся тоже, они с Блинком. Призма как не было, так и нет. Я не понимаю, собирается Тейлс вперед идти или нет. Только как он без Призма... Да, собирается, но Призму забыл построить. Ну это ошибка очень серьезная. Четвертый Никус пошел. А может и не собирается. Если не знаю, что-то вообще непонятного делать. То ли собирается, то ли не собирается. Нифига не понимаю. Здесь Призма полетела. Призму не заметил. Ошибка вообще дичайшая сейчас. Призму сбить такого ценнейшего юнита. Это вообще нужно было сейчас прямо делать. Так, Сталкер пытается там Фениксов отловить. Ничего не получается. Сейчас Призма у Тейлса будет готова. Можно вперед вырываться будет. Что он, собственно говоря, и делает. Фениксы залетают. Просто Сталкеров немерено там поднимают. Пытаются. Праймлот там покупать Фениксов. Но это очень непросто сделать. 136-176. Несколько Сталкеров уничтожено. Энергии, правда, у Фениксов маловато. Только у 3-х 50 есть. И, значит, можно дестабилизаторами жахнуть будет попытаться. Но, скорее всего, ничего не получится из этого. Четвертый анифсов меняет у нас тут Тейлл с праймлотом. Нужно заходить на ХГ и убивать его просто сейчас. 200 лимита ждать здесь нечего абсолютно. Делается армор. Все, на клике вперед надо идти. Ой, как вошло сейчас на 20-ку. Ё-моё! Какой мертвый этот Тейлс пришел. Фениксы как раз специально были для того, чтобы этих юнитов поднимать. Они так жестко жахнули, что просто тичем. Развалили пул лимита. Но настолько много Тейлса здесь, что даже без Фениксов и без уничтожения и стабилизаторов лимитов хватает. Как сейчас праймлот попадает? Это же просто что-то! Что творится? Что творится? Так. Ну, кстати, боевого лимита здесь много, но в основном-то это Феникс. И так что, что Фениксы, это не очень прикольно. Да, варп еще и сделков уйдет. Здесь 16 сделков на мэне сейчас образуется просто из ниоткуда. Фактически у праймлота. Так. Как он... Блин, хорошо дестабилизаторами стреляет, но это его не спасет. Здесь у нас все морфлы пришли. Гэ-гэ-гэ. Праймлот. Но еле-еле, еле-еле сейчас одолел Тейлс его. Ну что, ждем инвайт следующую игру. Реклама. Гэ-гэ-гэ. Продолжение следует... Так, ну ждем инвайта. Продолжение следует... 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 Так, здесь иллюзии вперед идут... Сейчас здесь Тейлз запустит еще раз иллюзии... Так, что Тейлз боится? Продолжение следует... Ну что, одного забрал на хоряю праймлот у адепта? Второй уходит здесь... Так, так... Не понимаю, что сейчас делает Тейлз... Короче... В итоге разменял... В итоге разменял два в одного... Ну, два в два адепта, в общем-то... Был размен... Все... Как-то так... И здесь... Посмотрите, что самое... Здесь два сталкера... Так... Плюс два гейта... Это четыре гейта с робопрессинг... Вообще интересно... С... Призмой... Ну что же, очень интересно... Ну, надо сталкеров брать и лететь... Вот, что тут париться, да? Гиппи открываются... Четыре сталкера за варп пошел... Не понимаю, что тут Тейлз стоять... Надо идти всеми... Призма на мою за сталкерами... Что он делает? Что он... А, келоны какие-то проверяют... Вообще очень странно этот Тейлз играет, конечно... Для... Он очень давно играет... Он кореец... Ну, реально он корейца не тянет совсем... Ну, про Амуту призму бы... Этот... Иммортал бы сейчас построить... Одного было бы замечательно... Но Иммортал он не строит... Здесь обсервер вперед... Сейчас Тейлз еще варп проведет... Что это будет? Еще четыре сталкера... В итоге мы имеем здесь десять сталкеров... Не мы точнее, а про Амут имеют... Здесь есть шесть... Плюс две СН-3 с Гвардианом... Плюс с Мазеркор... Нужно сразу же пилон откопаться... Блин, какой он мертв... Подойдите всеми, чтобы залк сделать... Всеми сразу... Нет, он полгода подходит... Что-то там... Иммортал заказан... Убивается пилон... Сейчас еще один за варп пойдет... Со стороны Тейлза... Прошу прощения... Приходит... Начинает бомбить... Демеджи очень много наносит... Нужен варп еще один... Пошел еще один варп... Это четыре адепта... И с адептами можно уже убивать... Так... Попытку убить обсервера... Неудачно... Так... Сейчас варвутся адепты... Сюда и можно будет разваливаться... Снизу, конечно... Желательно фокусить... Сентрии... Фокусить Сентрии... У нас Тейлз сейчас... Отводит своих минетов назад... Снизу все разбирает... По контролю вроде как... Более-менее сейчас... И по-моему... Это минус Прайм... Вот... Сейчас будет... Так... Еще... Четыре адепта... Пять адептов... Плюс сталкера... Нужно заходить на ХГ и наказывать уже... Оппонента своего Тейлзу... Ну так... Не стал заходить... Семи... Где адепты? Адепты сзади стоят... Сейчас будет пилончик готов... Здесь еще сталкеров варп идет... Нужно больше было бы эморфов строить... Конечно... Так... Еще три адепта... 69-43... Я думаю, добьет здесь... Пилон падает... Смайзерпур падает... Все... Верчажей больше не будет... Адепты... Ну это, конечно, фейк... Заход... Вход иллюзиями туда... Не буду... Заходить туда... Естественно... Тейлз... Зачем ему туда заходить... Ну еще... Сентент... Еще адепты до варпливаются... Минус в итоге... Праймлод... Так... Неплохо отыграл... Вроде как... Покритиковал я Тейлз... Что у мертвых... Вообще не корейских... Вот... Сыграл более-менее... Все... Убивает... Все... Вроде похудится... Я не могу поверить... Я проиграл этому... Говорит... Тэйлз... Праймлод... Хе... Свет Сергей... Всех... Все в порядке... Спасибо... За... Зателар... Ну более-менее... До выздоровел... Снут против Тейлза... Будет... Сейчас ждем. а вот это уже будет интересно а в нижней части сеточки у маны появился оппонент или нет да, Радзун выиграл там мана а мана уже выиграл Радзун а мана уже в финале ну значит Сноут Тейлз потом в финал да, Радзун да, Радзун да, Радзун ну да 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 Так, ну что, ждем пока Снуд почеркает с Тейлсом И будем смотреть потом Снуд Снуд почерком Так, ждут пока Тейлс там что-то загрузит И плей свои И только тогда игра, я так понимаю, будет начинаться Снуд почерком Привет Пака, все нормально уже более-менее сегодня Поэтому решил даже постримить вечером Но сегодня стрим недолгий будет Я думаю часика Три с половиной, четыре максимума Ну вот сейчас полуфинал и финал еще Да и все, собственно говоря Больше я сегодня стримить ничего не буду Да, там есть тинг, но это слишком поздно будет И, ну, я У меня сейчас другой режим, а там слишком много игр Тем более завтра GSL в 12.30 Не пропустите, приходите, кстати говоря Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексея! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну что они там, черкают или нет? Я не знаю Короче, жду вместе со всеми Как дочеркаю, так все равно с чем Кто-то походу тупит Есть такой момент Кто? Тейлс, наверное, тупит а вот с этим снуд в игре это получается хост значит значит сейчас будет инвайка так спасибо снуду ну что все здесь вроде бы а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну хотя получается Посмотрим Посмотрим ГСЛ И сразу Фудбик что ли? Ну да Ну а что делать то еще? Будем надеяться что ГСЛ Будет недолгим завтра Так Здесь пресс Тейл сбивает Снуту овера пытается И сольет кстати говоря Овер минус Соплай блок у Снута Но нового овера заказано Сверх ранний просто Третий нектус Просто сверх ранний Третий нектус Был сейчас Снут делает эволюшн Для чего? Передропы какие-то собирается Видимо делать Я не знаю Я пока смотрел Что в группу Писали про кто-то Проморгал этот момент Скольку они Семьдесят одну секунду Спросят То есть на 3.50 Примерно нектус был Не ну Ну да Как-то так То есть Самый ранний Как я ранний Супер 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 Вообще ранний И экономика Будет просто Дичайшая Угробца Здесь Причем Здесь паржа От вайлайт Уже заказана И ничего И мазерпура Очень ранний Будет с энергией Много ничего С ним сделать Не сможет в ответ Плеер Почти Как так Прибегает Точно Это что-то Гриспилоны В наглую Так 16 на мэни Дронов На второй Тоже 16 Наверное Да Уже больше 18 Надо бы На третью Часть Перевестись Пока Этого Не делает Гидроден Рауч Ворон Рауч Ворон Готов Три Рауч Заказывает Но Так Ну Рауч В чем Делается Гидроден Делается Будет Это Люркер Дэн Или Что-то Еще Сейчас Посмотрим Что-то Что-то Делается Рауч Дэн Ворон Рауч 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 105, 126, призма делается, блин почти готов, это блин пуш будет со стороны Тейлса абсолютно очевидный, 10 гейтов у него очень сильный будет блин пуш, уснута ли у Рокердена, еще не готов, еще 20 секунд практически для Рокердена, куда ты побежал, снут вообще, сейчас тебя убьют просто, только вот поперся, что за выходы-то смешные, хоть бы ровучими одними бы шел. Все, еще варп идет и снут скорее всего проиграет эту игру, если вот он так бегать будет, вот приходит ровуч, видит он сталкеров, это все уже в выход идет, пытается снут уступить, кто-то лагать начал очень жестко, древодер один запилил, пауза, просто кто лагает, не я точно, у меня все в порядке вообще, замечательно все. Продолжение следует... 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 Так, и снут подходит прям к рампе, собирается прям лоб убить что ли, да? Собирается прям лоб убить... Копает урон еще ближе... Тейлса ничего не получается фокусить, по приросту сюда идет и идет, линги дотекают, заходят снут наверх, уже пытается билон подрезать, билончик подрезает, фаерболк мимо обсервера сейчас падает, а мог бы и на обсервера даже попасть, линги все дотекают, дотекают, новая гидрозакон 176-157, снута много ресурсов, нужно больше юнитов сюда везти. Так, пытается аккуратненько, сейчас аккуратненько завести люру на ХГ, часть юнитов проводят прямо на рампу, под прикрытием люры, здесь делает беспредел, здесь полный... Так, фаерболы по эморталам проходят, еще новые фаерболы падают сейчас, дотекают еще гидра, линги, люра еще выше копает, 158-116, я прямо поражен как бы... Ну тут Тейлс как-то медленно шел, ему надо было прийти просто в центре, переконтролить на блинге и все. Ну вот эта пауза, кстати, очень на руку, снута была, что лага вот эта, минус талкер, минус гейт. Ну, без паузы изменилось бы что-нибудь, навряд ли скорее, вероятность есть этого, но очень маленькая. Так, юра копается, еще Даркшань делает, здесь нет юнитов, ни Морклуд, ни Арконов, которые юру бы нормально могли бы отогнать отсюда, не Даркшань там, да, они что-то завалили на халяву. Так, фаерголит с ним гейтой. Не спешит почему-то врываться, правда, странно. Четыре гейта вообще отключает Тейлс, нужно заходить вперед, здесь адепты в контр-дроп прилетают, снут при переводе, тлюру уже выше еще, плюс гидра заходит сейчас. Здесь очень жестко разваливают адепты, линги возвращаются, снута, здесь один гейт, залез вперед зачем-то. Так, куда вся гидрата эта пошла, не надо, конечно, отступать. Так, первые Морклуды готовы, еще Лера выше идет. Минус Талкер и минус Моркл, жестко там со сплэшем все забирается, сейчас 378. Здесь на мэне еле-еле смутно отбивается. Ну как еле-еле, здесь юнитов-то много, но дэмэдж экономики получил, ну хоть как. Уверсир очень прям опасно летает, сейчас покуснет его Тейлс, то уверсира варпанет до арковки, все, для смута тогда печаль придет полная. Так, юракик туда-сюда ходит, так, смут дальше перекапаться, перекапывается дальше. Агрессивный блинк от Тейлс, Лера не прощает, вот такие блинки, агрессивные, 102 на 188, и смут дальше заходит, где уверсир? Уверсиры здесь не наблюдается, у смута он. Так, ну фаерволами одного до арка сбрил, второй дарк здесь ходит, кстати. Странно, что по нему ничего сплэша не... А, ну здесь вот это люфе не атакает, если он стрелял в некто, то возможно бы уже как бы и погиб бы он. Этот дарк от сплэша. Рейберт, я слышу, понимает, что один дарк здесь не спасет. Не ждем второго игру, мы. Сколько АПМ утрейлся, без понятия. Рейберт, нет... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Почеркали быстро, ждем начала Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Сейчас голосовалку на крылью, подождите. Голосуйте, что говорить-то тут? Я за красивую игру, как обычно. Ну что, манаблочит тут Снуту хатву. Снут на третьей собирается. Да, на третьей стоит вторую. Мана гейт. Через два гейта прямо... Опа, интересно. Через два гейта Мана начинает. Пробка домой появилась. Его задача была подблочить хату вторую для того, чтобы Снут заказал на третьей. То есть ты экономику назад отбрасывай, дроном дальше переходить. Плюс королевы друг другу помогать не могут быстро. Линги дольше добегает. И в итоге два адепта, два адепта, вот эти Дитос, могут ворваться к третьей базе. Очень неплохо, скорее всего. Ну и что, униксус пошел. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Ну что, адептики одновременно готовы практически, нужны иллюзии вперёд посылать мана почему-то это не делает, тыкает, ну пошли-то иллюзии вперёд валят, посылает всё-таки. И сталкер один заказан, то есть там оверов собирается принимать, так, уснуто здесь шесть уже лингов есть, королева есть на второй базе. Ну да, между прочим, снуд с маной симмейты. Так, ещё одного линга минус снуду с мана снуду. Нурывается на мэн, здесь дронами пытаются снуд забрать адептов, адепты от дронов не хотят погибать. Уже просто, я не знаю, много реально дронов мана подрезал, ещё лингов подрезает немеренно просто. Как же эти два адепта разваливаются, вначале пять дронов, шесть лингов, сверхэффективный врыв, адептами называется это. Так, адепт ещё на второй телепортнулся, как королева-то ушла со второй на мэн, королева ушла, тут снуд завтыкал, ещё адепт подрезал, ещё одного дрона забирает мана, да это разгром какой-то, семь дронов, восемь лингов. Адепты, конечно же, погибают, но дэмэж просто гигантский мана нанёс, у него тут просто великолепно всё дома, экономика, всё замечательно. И по лингу сталкер делает лингу, линги убегнут, тут так пробежал, в общем-то, разведал немножечко снуд линги, но увидел, что здесь стенка есть и ничего ему не сделать. Так, два адепта выходят к третьему, у них сужие, то есть, мана собрался выходить на третью базу, таким образом, что самое интересное, через скорость таки адептам, и решение, как мне, не видится верным, потому что преимущество на стороне мана уже, улыни, смысла нет, ну, просто роучий построить всё будет хорошо, но, как вот без соплай-блоков не обошлось, для мана соплай-блок здесь допускает, это очень неприятный сейчас был момент, надо бы ещё строить бы сейчас пилоны, иначе тут через четыре лимита опять же соплай-блок будет. Чуть-то мана пилонов больше не ставят, где-то один, все четыре, вот пилон пошёл, где на второй базе ещё один, на третий, прошу прощения, ещё один пошёл, снуд подраскачал немножко свою третью, которая на второй, восемь роучий заказывает, ну, это готовится он к адептам уже, соответственно. Насколько будет готов, сейчас посмотрим, здесь овер залетает, прямо призму палит сейчас, хорошо отгаснуто, безусловно. Так, сталкер сорвался, хочет овером она им подрезать, на проходе никого не оставил, и овер улетел, и четыре адепт вперёд идут, здесь снты только три остаются, но роучий много, лейера нет, уж не пошёл бы, снуд ли бы здесь, увы, у меня такое ощущение складывается, что это может произойти, мана грамотно сплитит рабочий, с нас на мэне, на второй там остаются 14, и 8 там он, по-моему, переводит на третью, короче, все базы понемножечку начинают добываться, так, адептики пытаются зайти, иллюзии летят на мэн, одного мана нет, не стал даже одного телепортировать, два остаются сзади где-то, так, здесь нужно забрать, подхарасил немножечко минеральную линию, ещё мана, ещё тут супер, вообще странно контролят, просто забрал ещё мана, помимо тех восьми, ещё шесть рабочих здесь, вот на второй сейчас, в итоге снута только, только улынить, остаётся вариант, сейчас он будет улынить, роучий уже вперёд идут, я надеюсь, мана понял прекрасно, что происходит, пока, судя по всему, нет, нужно в апилонах здесь пару поставить, выход через центр, идёт и через центр, очень хорошо, пилонами это всё принимается, дело подходит низко роучий, сделки кидаются вперёд вместе с центрями, вместе со сталкером, три роучия уничтожено, есть же первый иммортал, до варп ещё адептов идёт, встречает мана всё это дело, пилды сбривает, снут опять же в очередной раз, ещё раз пилды сбривает, и, кстати, больше пилдов, у мана нету здесь, неужели сейчас мана отдаст эту игру, и здесь роучи сверху зашли, ну, это просто, я не знаю, я смотрю, как такое, меня поражает, вот такие ошибки допускают до сих пор, ну, видишь ты прессинг, ну, что мешает раз-два пилона поставить, энергии миллиард, реально бы так бы сильно всё это бы не сработало бы, и с м3 не довартил мана, ладно, там пилдов не хватило, но с уверчажами было проще подбить 60 на 103, по боевому лимиту колоссальное преимущество снута, просто это минус мана, и это 1-0, вот вам и переворот, просто унижал двумя адептами, унижал четырьмя с призмы, приходит просто пуш минус мана, ждём следующую игру, ждём инвайт, так, жду инвайта, так, пошёл инвайт, спасибо, Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, Netsuz первая от мана на этой карте, ну что же, единственное, что мы заметили, что мана иногда пробок не умеет по КД ставить, Нексус первый, это, конечно, очень интересно, сейчас гейт будет заказан без заказа пока пробок, 16 на мене, соответственно, добывает, Ну вот я вот Netsuz если ставлю, то по-другому У меня плюс одна пробка, 17 у меня с заказанным Netsuz'ом, то есть чуть позже Разница минимальна, но тут Можно продолжать строить рабочих по КДшечке практически Так, два газовые маны пошли Ну вот, кстати, разницы тогда только немного, но... Не знаю, халявить так халявить, по-моему Второй гейт заказан, честно Второй гейт заказан Здесь только непередная čика пошла Так, у мана тут как-то Через шифт пробка зациклена На патруле, похоже Старгейт пошел Два адепта заказаны Старгейт сверх ранее получается То есть сразу кибернетка готова была Старгейт сразу мана заказал Ну, Снут его сразу же Испалил в итоге Так что никакой неожиданности Здесь не будет Спорт успеет построить Королев успеет построить Оверов успеет увезти Даже вот этого овера можно увезти Сейчас ему заказан Пока достроятся Старгейт и Феникс Просто овер сможет улететь Даже это То есть ни одного овера Снут не потеряет Вот он все домой увозит сейчас Хочет проверить Не отмерил ли мана Старгейт Нет, Старгейт мана не отменяет Ну, так Ну, хватит лететь, что овера бы спазмал Решил Снут, что ладно Копик на это Овера Похоже Одного решил отдать По-моему, можно этого было не делать Но Снут решил проверить все по максимуму Все овер приобретает скорость Вылетает Феникс Мана пытается развалить Здесь Мазеркор на третьей базе Уже висит Так, Арахул после Феникса заказан Решил обмануть оппонента Своего мана сейчас Так делают Последнее время То есть смысл в чем Против Фениксов рано Против одного, двух, трех Нет смысла спорку ставить Они все равно много рабочих не наубивают То есть выгоднее на это ресурсы рабов заказать А вот если после Феникса идет Арахул То это получается неожиданно И есть шанс развалить Дронов немало Так, спорочка почти готова Ну не так уж много Арахул Но убивал Ему, три дрона все убил Спорки в итоге подстроились Очень даже вовремя Снут уже четвертую Хату собрался что-то Да, похоже на то Снут уже четвертую Собирается ставить хату Коготь заказан Здесь споржа И твой лай делаются Лэвер на второй дел Сруч ворон заказан Четвертая пошла Криптумар один Все, нужно бы его вперед Кастовать тогда Хоть он один Вот отсюда к четвертой Как-то стащить Так, ману тут две королевы Забрал двумя Арахулами Ну вот неплохо было сделано Но Особая игру здесь Не меняет В общем-то Ход игры Дальнейший Минус овер 2-1 Уснуты Уже милишные игры пошли Четвертая база готова Можно спорку там вставить Так, прилетает мана Арахулами тут еще парочку дронов подрезал Арахулов не теряет Ну 72 дрона Уснуты дронов немерено Хватает, в общем-то Дронов видит мана Четвертый Нексус Ну что, мана Шторм Чарж Плюс один есть Вторая атака даже не заказана Пока вот только-только заказал Так, 141-110 по лимиту Так, две плюточки пошли 72 линга у Блая Чё-то лингов вообще Ну, естественно, он в них и играет Просто Люркерденов никаких нет Ничего нету А вот он, Люркерден Уже, так, простите Это Люркерден И в нем уже делается рейндж Ну, в гидре Выход пошел от Снута То есть он сейчас Наморфит Люру Абсолютно очевидно И будет вместе с Соответственно, Люрой И лингами врываться Снуту Четвертый мана выходит в центр Хочет он Люрой А то отменить Так, сейчас его Снут поймает Так, здесь забегание зелками Идет мана Собирается Так Не, ну тут Сейчас Снут развалится Понимаете, у маны Шторм есть И Линги здесь точно Не подрешают По аэрболу По оракулу Пошли Ой-ой-ой Какие штормы Залетают 165-143 Очень вовремя Плетки, конечно На четвертый построились Если бы Они сейчас не построились То это минус база Скорее всего была Снут пытается дальше Идти сейчас Но линги все слиты Нужно новые сюда подводить Новых лингов Так Небольшая группка дотекает Здесь плет пытается Делки развалить И развалят, кстати говоря Один делок останется Вот он на дрону прыгнул Такой Одного убил сразу Второго собирается Забирать Так, здесь два Полудохла Здесь два Полудохла Хархона Вот последний Падает сейчас Ну люры, кстати Не так много Пять люркеров Здесь имморталов Очень много Мана Шесть штуки Гидра подходит Линги подходит Ну, сдерживает здесь В общем-то Ману Прямо у него На выходе С его третьей базы Будет дальше прессовать Нет, восемь люркеров Заказано И с восьмью люркерами Уже будет Прессовать Прессовать Так, подходит Дюрак к хайграунду Так 148 маны 126 снута Снут умудрился Здесь развалиться Мана просто Прогоняет Снута Похоже Это Проблематично Уже для снута Будет эту игру Выиграть Посмотрите Ну Слишком Ломился Жестко Странный 110-136 Ну, тут Снут собирается Прессовать Он как бы В этот улын Вложился И Не смог Продавить Сночь Вовремя ума Она, конечно Не шторм При той битве Там Архон И все Что угодно Было бы Если бы Там Дестабилизаторы Колоссы Все равно Продавил бы Снут Баслюрой Но Шторм Как раз Подрешал Деньги Не смогли Сыграть В итоге Призма И летает Мана Пытается Разводить Уснута Шпиль Из призма Завар Пошел Застачайший Делки Просто Разваливают Склам Лингов У лингов Нет второго Армора И Здесь Ставят Точку На 9 часов У Мана А нет Второго Армора И Двух Ударов Разваливают Соответственно Делки Штормы Пошли 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 Жесткие Полиуреды Много Зашли Веги Пишут Великолепная Оборона Мана Была Сейчас Ждем Четвертую Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Ну что 1 на 1 Бо 5 Третья игра У нас Точно Не последняя Пилон Гейт Мана Начинает Ну Пилон Гейт Нектус Пилон Гейт Даст Нектус Соответственно Хотя Может быть Что-нибудь Типа Двух Гейтов Здесь Будет Мана Делать Как В предыдущей Игре Но Сомнения У меня Возникают По этому Поводу Что Будет Так Хотя Может Будет И так Посмотрим Так Так Кибернаточка Возникает Продолжение следует Сноут Переводит Два Дрона На Вторую Базу Заказан Ну С двумя Продолжает Газ Собирать Кстати На Мэне На Третью Пока Хату Выхода Не Наблюдается Третью 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 Очень Очень Ран Очень Ран Получается Позже Конечно Вар Он Был Заказан Первых Юнитов Но Вайлайта Из Такого Даже Даршан Я думаю Можно Запилить Вполне Хотя Уснуто Делается Муховером Посмотрим Сейчас Мана Будет Здесь Запиливать Может Даршайн Может Скорость Таки Адептам Скорость Таки Адептам Очень Ранее Так Заводит Адептиком Мана Здесь Разводит Тут Зачем Пробка На Кселнаге Стоит Зачем Пробка Здесь Сейчас Будет Минус Пробка Адепт На Муве Уйдет И то Кстати Может Не Уйти Сейчас Адепт Пробочка Сразу Минус Так Иллюзию Назад Мана Посылает И уходит Уходит К рампе Здесь Сталки С адептом Вышли Становится Обратно На рампу Передропчик Восьми Лингов Идет Со стороны Снута Даже Погодите Восемьдесят Нет Девять Даже Лингов Передропнулось Врывается Все На Мейн Кмане Три Пробки Минус Четыре Пять По-моему Уже Минус Да Пять Минус Ну Прошу Прошу Прощения Чит Зашел Шестую Минус Уснут Сейчас Мана Открывает Гейты Неприятная Конечно Такой Был врыв Со стороны Снут Шесть Пробок На Восемь Лингов Разменивать На Одиннадцать Семь Одиннадцать Это Нехорошо Для Пробца Но Может быть Сейчас Адепты Что-то Смогут Сделать Это Вопрос Конечно Смогут Ли Они Что-то Сделать Снут Роуч Ворон Снут Вкладывался Разве Что Вгрейд На Муховер Мдвовера В этом Дропе Плюс Один Здесь Заказан Грейд Ранжовый Делается И Мане Обязательно Надо Контр Харасом Что-то Здесь Чтобы Получилось Делать Иначе Беда Два Два Пилончика Заказаны Сейчас У маны Здесь Пробочка Пилон Ставит И мана Идет Вперед Но Тут Десять Роучей Заказано Двенадцать Роучей Плюс Еще Плюс Один У меня Такое Ощущение Что Снут Какой-то Прессинг Собирается Делать Потому Что Плюс Один Уже Почти Готов То Есть Плюс Два Он И не Сможет Пока Перейти Лейра Нет Да И ресурс Нет Еще Шесть Роучей Делается Да Двенадцать Четыре Шестнадцать Это Точно Не Наоборот Но Это Прессинг От Снут Будет Абсолютно Точно Это Факт Адепты Заходят Крампе Ну Адепты Ё-моё Как они Наваливают Сейчас Роучей Минус Один Второй Там Королева На Мэйне Минусует Ман Заходит На Мэйн Королеву Еще Одну Минусует Инъекции Причем Снут Не успевает Некидать Еще Три Роучей Заказано Не Знаю Будет Там Роучей Делаться Или Еще Что Посмотрим В перспективе Королева На Третьей Падает С Помощью Лейера Или Будет Делаться Уснут Здесь Скорее Это Для Оверсир Наверное Чтоб Дорки Там Как-то Не Спалили Все Роучи Вперед Сейчас Пойдут На Лингов Значит Заказывать Так Плюс Два Минус Роуч Заказан Очень Интересно Так Еще Линги Заказано Призма Летает Харасит Собирается Три Газа Уснут Забывается Там Имморталы Заказаны У маны Уже Третьего Ницца По конец Строит Оборону На Рампе Понимает Что Прессинг Уже Будет Не Прессинг Это Увын Самый Настоящий Вбивать Собирается Оппонент Своего Еще Три Роуча Овер Один Побольше Овер Заказать Плюс Два Точно Не Успеет Выходу Доделаться Но Мух Как Раз Так Уже 25 Секунд Ну Сейчас Овер Будет Готов Можно Еще Парочку Троечку Реводжеров Запили Пилы Там Можно Было Взбивать Так Заходит Снуд Не через Камни Через Сентр Сверху Обходит Сейчас Манг Так Прывается Лингом Часть Лингов Отдает Часть Убегает Ну И Дотекание Еще Лингов Роучи Здесь Уверчаж Поставим На Пилон Снуд Собирается С двух Направлений Ворваться Сейчас Получается А Нет Часть Лингов На Пилончик На Треть Посылает Заходит На КГ Пилон Падает Умана Почти Что Собая Блок Так Здесь Пилды Пошли Заходит Снуд Вперед Два Пилон Сразу Сбивает Умана Уже Четыре Иммортала Погодите Умана Два Роба Что Ли Так И На Мейнеру Уч Неск Лингов Сейчас Дропнулись Хорошая Атака Снуд С Один Снуд Было бы Все Разобрать Снуд Но Дестабилизатор Падает Забрать Его Нево Что И Отбиться Здесь К сожалению Нечим Хотя Всех Рабочих Убил Снуд Маночек Снуд Снуд Семьдесят Минералов Есть На Одного Дрона Поэтому Все-таки Увершечка Привет Пусть Мана Ну что Ждем Четвертую Игру Которая Может Стать Уже Решающей Но Это Снуд Победит Продолжение следует Продолжение следует Снуд Просит Парочку Минут Все готовы Поехали Продолжение следует... Ну что Четвертая игра Король Сиджонг Станция Король Сиджонг Вот у нас Карта Четвертый Снуд Сверху Мана Снизу Появляется Через Гейт Мана Играет Так Так Снуд Вторую на третий заказывает мана. Опять же, помешал его, насколько понимаю я. Стримы на английском? Зачем стримы на английском? Не будет стримить на английском. Ну что, мана нету ставит. Так, странная застройка. Вот здесь вот проход получается, да, у нас. Адептик номер один заказан, второго еще и в продакшене. Надо сразу же густить. Второго он и так позже, чем этот выйдет, скорее всего. Сейчас густы не так сильно работают, как старые густы. Ходсовские, там, Волокские, за энергию. Так, ну что, пошли адепты вперед. И сталкер бустится. Так, ну что, иллюзии заходить не заходит. Это иллюзии. Играет музыка. Так, опять же, скорость теки адепт, но Снуд залетает, видит твайлайт, видит гейт, короче, всё видит. Тут робо заказано, три гейта. Так, один выстрел. Прёт-то Снуду как. Один выстрел Оверу осталось сделать, он улетел. Здесь проверяют все прокси абсолютно, но прокси нету. Так, один выстрел. Так, семь адептиков здесь уже становится. Ну и Нексус строится, то есть одновременно с Нексусом будет выход на призме плюс адепты со стороны маны. Что получится сделать, вопрос. Хотя адепт достаточно много, может что-то, конечно, и получится сделать. В общей сложности 10 адепт, 4 призмы, 6 ещё идут сбоку. Нужно вот отсюда запустить иллюзию к третьей базе, одновременно дропнуться, видимо, на вторую, либо на мейн. Сейчас маня. Иллюзии полетели, а призма что? Призма залетает на вторую базу сейчас. Дропаются адепты. Снуд видит прекрасно, что происходит. Иллюзии на третью пришли, но не в минеральную рейню, то есть только... Да, и даже королеву ману не получилось забрать. Адепты вот здесь вот на мане, ой, 4 адепта. Снуд рабочими пытаются адепт убить со скоростью атаки. Мне кажется, это прохладная история, не получится убить 4 адептов со скоростью атаки рабочими. Ну, это же вообще фантастика какая-то. Так, мана на вторую, телепортиру опять 44, 44 парабам. Но в итоге сложится ситуация, так понимаю, как в предыдущих играх некоторых была, когда просто-напросто у маны рабочих, точнее, у снута рабочих останется очень мало, но боевого лимита достаточно много, он пойдет какой-нибудь там контрпуш и убьет просто ману, например, сейчас. Адепт еще рабочих наубивал, рабочие все строятся и строятся. Наконец-то снут отбился, призму сбил, боевого лимита больше. Может попробовать выйти, имеет смысл. Нет, не хочет. Нет, не хочет. Нет. Третий гейд пошел. 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 Каланы падают просто за секунду. Можно Нексус успеть еще фокуснуть. Успеет Снов фокуснуть Нексус. Да успевает фокуснуть. Жесть какая-то. Заплевали все сейчас. Здесь фаерболов тысячи миллиардов идут. Уносят один выстрел просто реведжеров где-то 6 штук, если не больше. Может быть, даже больше. Может быть, все 9 это реводжеры были. Точнее, да, скорее всего, все 9 и были реводжеры. Там 27, по-моему, или 26 было. Так, пошли локусты вперёд. 140, 142. Но мана, по-моему, тут и не проигрывает-то ничего вообще. То есть здесь локусты летят, они не могут дропнуться сейчас никак. Вот они падают, начинают сталкеров убивать. Чуть-то там по имморталам стреляют. Навалили дэмэджи, но сейчас они кончатся. В это время на 4 базе какая-то хрень происходит. 157, 143. 2-1 драиды уже рейнджовые делаются. Заводят, ну, тут рабочих куда-то за 2-ю. Но мана экономики, лингов, точнее, за 2-ю. Мана экономики. Нет, в чём проблема, свармхосты идут на муви. Сейчас чуть не отдались. Так, фаербодчики пошли. Тут рейнджеры чё-то подставляются. Фаерболы в молоко. Да, варф ещё там архончиков идёт. Со стороны снута 3 архона будет. Ой-ой-ой, просто против архонов вообще тут особо нечем-то и драться. Вот локусты падают, локусты наваливают. Сейчас имморталам иммортал уходят. Всё здесь уходит. Проблема в том, что сейчас вот кд идёт у свармхостов, и всё, как бы ничего не сделать. Локусты здесь, да, конечно, дэмэджи поднанесли, но тяжеловато всё равно. 144-123. Грейтер спайру ещё не готов. Свармхосты там на кдшечке, все эти локусты. Вот когда локусты шатают, когда снут шатал, всё было нормально. Когда мана пошёл вперёд, всё стало очень печально. Это, скорее всего, будет минус снут. Сейчас мана отступит разочек. Хотя, не, ещё рано говорить, ещё по лимиту пока что снут впереди очень сильно. Но сейчас локустов больше не будет. Так, свармхосты идут куда? Свармхосты идут четвёртую шатать. Здесь, кстати, криптумор есть, но он ничего не видит там этот криптумор. Так, мана присылает. Приплос сзади в спину присылает. Снут, точнее, мани, прошу прощения. Здесь фаерболы закончат, там падают. У них очень много локусты. Где там они не прыгают? Локусты пока. Так, минус... Хорошо, сзади зашли. Двух дестабилизаторов сейчас подрезал снут. Ещё локусты заходят. Здесь... Ё-моё, что за жесть. Локусты прыгают вперёд. Здесь всё в призму сесть не может. Мана всё-таки отступает. Снут всё-таки его отгоняет. Таких игр просто за последнее время я одну единственную вижу, где свармхосты и в таком количестве. Поэтому тут непонятно, кто переворачивает, не переворачивает. Блин, куманы есть, но он не себе портирует. 163 на 84 всё-таки дожал, стут. Опа, под новый Нексус тут свармхостов... свармхостами наплёл. Да тут не с восьми. А, ну они с грейдами просто. Тут просто, я не знаю... По-моему, чтоб Нексус убить, и четырёх хватит, если они только Нексус будут бить. Здесь в армхостике, опять же, приплодил Снут. Ну, вот даже вот на таком ХП, если бы все залог делали, почти убили бы его, а может быть, даже убили бы. Отгоняет Снут в призму. Нужно идти добивать. ГГ, congratulations, пишет Мана. Поздравляю Снуту с победой. Вот. Ну, на сегодня я буду прерываться, ребят, потому что ещё, ну, пока я вообще не идеально себя, мягко говоря, чувствую после вчерашнего отравления. Вот. Сейчас буду мерить температуру, ложиться спать очень скоро. Завтра 12.30, приходите. Вот. Будет GSL, потом футбольчик будет. Будем смотреть. Ну, а запись будет на Ютубе. Так что до 12.30 завтрашнего дня. Спасибо всем за внимание. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok